МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Сегодня в Чувашии прошел единый информационный день. Руководители и сотрудники органов власти выехали в производственные коллективы, учреждения, организации, чтобы обсудить итоги работы правительства в 2014 году, ход весенних полевых работ и перспективы летней оздоровительной кампании. Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с работниками ЖБК-9. ЖБК-9 выпускает железобетонные конструкции для объектов промышленного, жилищного и социально-бытового строительства. Всего более 1700 типоразмеров изделий. В 2014 году предприятие реализовало два инвестиционных проекта. В 2015 планируется запустить третий. Совместно с чешской компанией в селе Абашево Чебоксарского района будет построена фабрика «Кросо» по производству грязезащитных покрытий. Глава Чувашии отметил, даже при падении покупательского спроса предприятие не снижает объемов и поставляет свою продукцию в 21 регион страны. Михаил Игнатьев ответил на вопросы рабочих. Речь в частности шла о том, как решаются жилищные проблемы на селе. 70% получают те специалисты, которые живут на селе и работают на селе. Сельское хозяйство, образование, здравоохранение, культура. 70% безвозмездно получают субсидии от количества членов семьи. И на раз сумма доходит до 1 миллиона рублей. Это первая программа. Вторая программа – это программа «Жилище», программа «Молодая семья». Там мы выделяем безвозмездные субсидии до 35-40% от количества детей в семье. Глава Чувашии и столичные градоначальники ознакомились и с ходом реконструкции Марпасадского шоссе. В этом году работы ведутся на участке от хозяйственного проезда до кольцевой развязки. И после их завершения еще одним бутылочным горлышком на этой оживленной трассе станет меньше. Кроме расширения проезжей части до шести полос, здесь построят надземный пешеходный переход, тротуары, благоустроят прилегающую территорию. В конце июня месяца, опережая даже те строки, которые были подписаны по юридическим документам, поставлена задача в конце июня ввести в эксплуатацию. Вместо четырех полос будет шесть полос. По стоимости, если взять, конечно, серьезные значимые средства выделяем, 171 миллионов рублей. Это республиканские средства, часть городские средства. Это, можно сказать, один километр сто семь. Это огромные средства. Почему? Потому что очень много коммуникаций. Водопровод, канализация, ливневка, газовые сети, троллейбусные линии, электрические сети. О том, как благоустраиваются дворовые территории, речь шла в одном из дворов по улице Гастелло. Михаил Игнатьев пообещал, что к 2018 году максимум все работы будут закончены. Задача вполне посильная, поскольку на сегодня отремонтированы и реконструированы 70% всех дворов, нуждающихся в благоустройстве. Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с представителями делегации Республики Беларусь, которую возглавил первый заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Игорь Макар. Делегация из Беларуси приехала по приглашению Михаила Игнатьева. Сегодняшний визит белорусских представителей власти – это обмен опытом и выстраивание более тесных деловых контактов между Республикой Беларусь и Чувашией. Гости побывали сегодня в Ядренском районе, на конезаводе, мясокомбинате и на молочном комбинате. Агрария в Чувашии и Беларуси давно налажены конструктивные партнерские отношения. Наши сельхозпроизводители приобретают белорусскую технику, комбайны, тракторы, передвижные картофелесортировочные пункты. В Чувашии ведутся испытания зерновых и картофеля белорусской селекции. У нас сегодня ресурсов достаточно, земельных ресурсов прежде всего, людских ресурсов, кадровых ресурсов. И мы должны с братскими нашими странами, которые сотрудничали советские времена, по советское время сотрудничаем, нужно налаживать уже другие новые отношения. Белорусы рассматривают возможность закупки репчатого лука, чеснока, а также электрооборудования, запчастей, химических препаратов чувашских производителей. Есть и другие направления. Мы договорились, что мы подпишем договор о втором экономическом, социальном и культурном сотрудничестве. Потому что наша задача не только разово приехать, что-то предложить, продать, а должна быть, как мы уже говорили, взаимовыгодное партнерство. Чтобы наши детки могли посещать вашу республику, ваши могли посещать нашу республику Беларусь. Не только в плане торговом, экономическом, но и в плане культурном. Татьяна Молокова, Анастасия Лангина, Александр Петров, Республика. Глава Чувашии встретился с начальником Волговецкого главного управления Центробанка России Ларисой Павловой. Темой обсуждения стало повышение финансовой грамотности населения. Знание ключевых понятий в этой сфере и использование их на практике дает возможность грамотно управлять своими денежными средствами. Умение планировать личный бюджет играет важную роль в улучшении благосостояния населения в целом. Национальный банк также предлагает активно использовать накопительные и страховые инструменты. Кроме того, наиболее актуальной сегодня становится борьба с нелегальными кредиторами. Особенно это касается микрофинансовых организаций. В правительстве Чувашии кадровые перестановки. Светлана Каликова освобождена от должности заместителя министра информационной политики. С 20 мая она назначена помощником главы Чувашии. С этого года изменились правила получения разрешительных документов для иностранных граждан, приезжающих в Россию на работу. Управление Федеральной миграционной службы по Чувашии напоминает, для трудовых мигрантов из безвизовых стран введены патенты. Причем независимо будут они работать у физических лиц или у юридических. Что необходимо для получения патента, расскажем в нашем сюжете. В течение 30 дней и не позже иностранный гражданин, приехавший в нашу страну на работу, должен обратиться в миграционную службу для получения патента. Список документов, которые необходимо иметь при себе, также четко определен. Для получения патента иностранным гражданам необходимо предоставить дополнительный документ. Это с этого года сертификат, подтверждающий владение иностранным гражданином, русским языком, знанием истории России и основ законодательства Российской Федерации. Кроме данного документа в подтверждении владения русским языком и истории основ законодательства, может быть представлен документ об образовании на уровне не ниже основного общего образования, выданный образовательным учреждением на территории бывшего СССР. Или же документ, выданный на территории России после 1 сентября 1991 года. Кроме сертификата, необходимо встать на учет в налоговом органе, то есть получить ИНН. Также представить договор обязательного медицинского страхования заключенности страховой организации, либо договор о представлении платных медицинских услуг заключенности медицинской организации, находящейся на территории Чувашской республики. Кроме всего, впрочем, должны представить документы, подтверждающие отсутствие заболеваний в наркомании, инфекционных заболеваниях, которые представляют опасность для окружающих, а так же сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции. Документ, подтверждающий знания русского языка, истории и основ законодательства России, можно получить либо сразу сдав тест, либо предварительно пройдя обучение. Постановлением кабинета медицинской определены четыре организации. Это у нас Чувашский государственный педагогический университет, Чувашский государственный университет, Чебоксарский экономика, механический колледж и Чувашский республиканский институт образования. Стоимость патента – 3137 рублей в месяц. Чаще всего за его получением обращаются граждане Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, реже – Молдовы и Украины. Трудовые мигранты из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии от необходимости получать патент освобождены. Елена Гальперин, Александр Петров, Республика. Четыре года условно. Такой приговор вынес Ленинский районный суд супругам, которые намеревались дать взятку полицейскому. Кроме того, злоумышленники должны выплатить штраф в 60 тысяч рублей. Приговор еще не вступил в законную силу. 12 марта этого года супруги пытались подкупить полицейского. Они просили сотрудника правоохранительных органов подготовить фиктивные документы о якобы применявшемся в отношении супруга насилия по религиозным признакам. Цена справки – 5 тысяч рублей и бутылка виски. Их они намеревались использовать для решения вопроса о получении временного разрешения на проживание в Соединенных Штатах Америки. Более того, к тому моменту злоумышленники уже купили билеты на самолет. Однако их незаконные действия были пресечены в результате совместной операции, проведенной сотрудниками Республиканского управления ФСБ, подразделения собственной безопасности МВД по Чувашии и следователями Следственного комитета. Также у супругов были изъяты поддельные медицинские документы о получении осужденным в 2013-2015 годах телесных повреждений в результате нападения на него неизвестных лиц по религиозным мотивам. С 25 мая по 21 июня предприятия концерна «Тракторные заводы» в Чувашии приостанавливают свою работу. Соответствующий приказ подписал генеральный директор Михаил Болотин. Мера вынуждена и связана с отсутствием сырья и материалов для производства продукции, вызванных недостатком денежных средств. В это время всем сотрудникам предприятия концерна будет выплачено две трети средней заработной платы. Прокомментировал ситуацию, сложившуюся на предприятиях, председатель кабинета министров Чувашия Иван Моторин. Вчера у них состоялись разговоры тоже с руководителями концерна. Они заверяют, что в принципе этот приказ, ну так скажем, легиметизация сложившейся ситуации в концерне. То есть и до этого приостанавливали, был простой наряде предприятий, и до этого были какие-то определенные сложности. Но по законодательству это нужно как-то официально оформлять. Вот этот шаг был сделан в эту сторону. Меня заверили, что заводы в том режиме, который сегодня имеется, они работать будут. То есть промтрактор сегодня работает, агрегатный завод, там заказ получил. То есть работа, она идет. Но привести это все в рамках действующих законодательств, это необходимо. Я так понимаю, этот шаг сделан. Но основная надежда, что должно быть урегулировано взаимоотношение с банковским сообществом. Этот комментарий Иван Моторин дал во время записи программы «Персона». Подробно на этот и другие вопросы Иван Борисович ответил журналистам Александру Белову и Юлией Стройковой. Смотрите программу 22 мая в 21 час 30 минут. К другим темам. В Республике в этом году единый государственный экзамен будут сдавать 6,5 тысяч выпускников. В этом году не обошлось без нововведений в системе контроля за проведением ЕГЭ. В Чувашии уже проведены предварительные этапы тестирования, результаты которого весьма неплохие. Основной этап начинается 25 мая. В понедельник выпускники 11 классов будут сдавать литературу и географию. Особое внимание при проведении ЕГЭ будет уделено борьбе с использованием современных гаджетов, мобильных телефонов и других устройств. С каждым годом требования к обеспечению информационной безопасности и со стороны Российской Федерации, Розу Бронадзора, и со стороны нашего Министерства образования, скажем, повышаются. В соответствии с порядком проведения ЕГЭ на экзамен нельзя приносить телефон, нельзя приносить шпаргалки. Уже наличие телефона в сумке считается нарушением, и за это выпускник удаляется с экзамена без права пересдачи в этом году. База проведения ЕГЭ помимо традиционных металлоискателей на входе будут оснащены системами подавления сигналов сотовой связи. Принимаемая мера призвана предупредить возможную коррумпированность проведения экзамена на местах и поставить выпускников школ в равные условия перед предстоящим тестированием. Александр Гаврилов, Юлия Важанина, Александр Петров, Республика. Экзамен для лагерей. В этом году в Республике распахнут свои двери 22 оздоровительные базы. Готовность одной из них сегодня проверили пожарные и полицейские. Вместе с ними в рейд отправилась и наша съемочная группа. Сотрудникам МЧС хватило даже беглого осмотра, чтобы указать работникам лагеря на недочеты. Данный знак в случае ЧП подскажет, где расположен пожарный гидрант. Но найти его по этой схеме будет не так-то и просто. Надо было циферки написать чуть ниже. Пойдемте дальше. Я думаю, это мы исправим сегодня же, да? А вот огнетушители в загородном лагере перед проверкой успели поменять. Хотя спальные корпуса от пожаров здесь оберегают и датчики дыма, и специальная система стрелец. В прошлом году этим комплексом обязали оборудовать все объекты с массовым пребыванием людей. Данная система, она устанавливается в лагере, называется она стрелец-мониторинг и подразумевает именно передачу без участия человека, сигнала о пожаре. То есть на пульте диспетчера пожарной части загорается сигнал о пожаре и уже не отзваниваясь в лагерь, пожарная машина обязана выехать к месту именно сообщения о пожаре. В арсенале дежурного всегда под рукой должны находиться фонари противогазы. Инспекторы пожарного надзора говорят, что эти правила соблюдают далеко не все. А где-то во время проверок для отвода глаз проверяющих и вовсе выставляют нерабочие приборы. В этот раз сотрудники МЧС устроили работникам лагеря небольшой экзамен. Часто лагеря нарушают и другие правила, к примеру, захламляют или запирают на ключи выходы для эвакуации. При нахождении детей двери должны быть всегда у нас открыты и можно пользоваться только вот этими легко открывающимися заборами. Вместе с пожарными свою проверку проводят и сотрудники МВД. Сейчас полиция требует ограждать лагеря бетонными заборами и выставлять у входа специализированную охрану. Также немаловажно наличие тревожной сигнализации на объекте, то есть с выводом в органы внутренних дел или служба 112, то есть специальные службы, специально реагирующие на данные сообщения. Помимо этого должен осуществляться контрольный пропускной режим со средствами контроля и управления доступа. Проверяющие отмечают, что лагеря стараются готовиться к летнему сезону задолго, нарушения выявляются все реже и реже. В республике не сдал экзамен только один лагерь в городе Ядрин. Во время проверки лагеря жемчужной Чуаши сотрудники МЧС не выявили серьезных нарушений и сегодня же были подписаны необходимые документы о его приемке. Но в ближайшее время с работниками учреждения проведут обязательный инструктаж, чтобы обучить их предотвращать серьезные ЧП. Медрик Ковалев и Евгений Анисимов, Республика. Советский писатель, актер, кинорежиссер Василий Шукшин по сей день остается одним из актуальных авторов. По его произведениям снято немало фильмов и спектаклей. В Чубаксарах на суд зрителей театр имени Сеспиля представит лирическую комедию «Покажите мне весну». На генеральной репетиции спектакля побывали мои коллеги. В постановку вошли три рассказа Василия Шукшина. «Хозяин бани и огорода», «Микроскоп» и «Степка». Эти произведения объединены сквозной темой – любовью к родному краю, земле и родительскому дому. Ольга Почалкина играет в отрывке микроскопа. Ее героиня Зоя – женщина боевая. «Покажите мне весну». «Я же на великое сядь». «Ах ты, клюваноси!» «Ах ты, ох ты!» «Искали, очень много искали, 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 образ искали. Вначале вроде все нашлось, а потом вот по ходу работы все куда-то делось. Перестало нравиться и режиссеру, и мне самой. Вот, вот проходилось заново все искать. Что получилось, зритель скажет, зритель оценит. Сказать не могу, что получилось в результате. Яркие образы и характеры, которые вот уже много лет привлекают и актеров, и зрителей. Удивительные житейские истории сельчан, наполненные юмором и самобытностью. Все это можно сказать о произведениях Шукшина. Подготовка к спектаклю шла несколько месяцев. Мы стараемся как бы донести и поставить те вопросы, которые важны сегодня. И вместе подумать, как жить дальше, как нам развиваться всем вместе. И, конечно, театр здесь играет огромную роль. В разные годы в репертуаре театра шли и другие постановки по произведениям Василия Макаровича. Его творчество наполнено глубоким смыслом. Через призму русской деревни он показывает нравственные проблемы и общечеловеческие ценности. И в наше время важно об этом не забывать. Татьяна Леонтьева, Алена Алтухова, Расиль Мухаммедов, Республика. А известного азербайджанского поэта и философа вспоминали сегодня в Чувашском государственном педагогическом университете. Там прошла международная научно-практическая конференция. В центре внимания творчество азербайджанского поэта Рубиджа XII-XIII веков Низами. Как Пушкин дорог для России, так и Низами для Азербайджана знают и ценят поэта в нашей республике. Его имя носит одна из улиц Чебоксар, сквер, переулок. А 12 лет назад в его честь на южном поселке открыли памятник. Чтобы еще больше укрепить дружеские, деловые и научные связи между Чувашей и Азербайджаном, сотрудники и студенты историко-филологического факультета решили организовать международную конференцию. Со своими исследовательскими работами выступили более 60 участников. Среди них школьники, студенты, преподаватели, общественные деятели и даже представители Азербайджана. Низами для нас был ориентиром, маяком. Это наша гордость. И особенно приятно, что будучи великим азербайджанским поэтом-мыслителем, Низами стал принадлежностью всего человечества, всего мира. Это одна из вершин человеческого духа, несомненно. И для меня это большая честь принять участие в этом мероприятии и большая радость приехать в ваш город. Сегодня, 20 мая, отмечается День Волги. Этот праздник призван привлечь внимание властей и общественности к проблеме сохранения реки, которая является не только национальной гордостью, но и ценным стратегическим ресурсом. Волга-матушка, как ее с любовью и гордостью называют жители нашей страны, питает не только города и села своими водами, но и умы писателей и поэтов. С ее образом связаны самые известные литературные произведения, картины и песни. И это не случайно, именно Волга является символом простора, широты и величия русского духа. Волга обеспечивает электроэнергией и питьевой водой множество российских городов, включая и столицу Чувашии. День Волги стали отмечать не так давно. В календаре знаменательных дат Нижнего Новгорода он появился 8 лет назад. С каждым годом городов по Волжье, которые отмечают День Волги, становится все больше. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова